С печального известия началось совещание в администрации района. Сегодня, 14 августа, умер почетный гражданин Воскресенска Николай Иванович Макаров, присутствующий почтили память заслуженного строителя Российской Федерации «Минуты молчания», а после перешли к обсуждению текущих вопросов. В Воскресенском районе продолжается капитальный ремонт дворов, подъездов, домов, дорог и погода без осадков на рукоисполнителям, чтобы они завершили работы вовремя. К капитальному ремонту многоквартирных домов у нас на контроле остается объект «Октябрьская-14» под ежедневным контролем. Почему? Потому что, как вы знаете, этот адрес прозвучал на прямом эфире у губернатора, и мы, как и обещали жителям, предполагаем в ближайшее время все работы по капитальному ремонту этой кровли завершить. Актуальный вопрос – подготовка школ и детских садов к новому учебному году. Несмотря на завершение основных работ, нужно обратить внимание на исправление некоторых недочетов. На портал Доброотдел в сфере ЖКХ продолжает поступать обращения от жителей района. Поступило обращение 191, выполнено 107, из них нарушение срока обращения – ноль. В работе на сегодняшний день 170 обращений, из них с нарушением срока обращений – ноль. Предстоит выяснить, с чем связаны жалобы в отношении строительства новых детских площадок. В другой сфере дорожного хозяйства также поступили обращения. Виталий Чехов отметил повторные сообщения, которые связаны с движением общественного транспорта. Пассажиры просили перенести рейс автобуса по маршруту номер 13 на более позднее время. В выходные продолжились рейды по выявлению нарушителей закона о благоустройстве Московской области. С гражданами, которые выбрасывали мусор в неположенном месте, провели разъяснительные беседы. Одного человека штрафовали. На этой неделе сотрудники Госадомтехнадзора совместно с другими службами продолжат устраивать засады на нарушителей чистоты. К сожалению, вот такая пора, когда и сдача вывозится, и активный строительный процесс происходит. И строители зачастую используют вот эти площадки для утилизации крупногабаритного мусора. На этой неделе должны продолжить вот эти мероприятия. Обязательно будем привлекать телевидение, средства массовой информации, для того, чтобы мы могли не просто выявлять, но и показывать вот тех недобросовестных предпринимателей, либо организаций, которые вываливают строительный, в первую очередь, мусор на наши вот эти площадки. Выходные и воскресенцы отметили День физкультурника. По словам начальника районного спорткомитета Сергея Ефремова, мероприятия прошли во всех поселениях района. Особенно много соревнований было в городском поселении Воскресенск. К сожалению, прошлой неделе запомнилась и страшная авария на пересечении дороги на Морешкиной федеральной трассе А-108, в которой погибло 4 человека. Один из пассажиров до сих пор находится в больнице. В ГИБДД совместно с 6-м батальоном проводятся дополнительные мероприятия по недопущению правонарушений. В Управлении внутренних дел проводится процессуальная проверка в рамках уголовного процессуального законодательства. Виталий Викторович попросил усилить контроль на данном перекрестке, привлекая экипажа 6-го батальона и Воскресенского отдела госавтоинспекции. Для нас А-108 это магистраль, и не просто магистраль, она скоростная магистраль. И вот я вспоминаю ситуацию по прошлому году, у нас очень много было аварийных ситуаций с жертвами именно на выездах, на перекрестках на А-108. По словам руководителя администрации, дополнительное патрулирование заставит водителей уменьшить на опасном участке скорость транспорта, что снизит риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.